Доброго вечера, мы из Украины! Многие уже слышали о нем Эти летательные аппараты сейчас на вооружении у Украины В видео я расскажу о его характеристиках Сколько такой стоит И по открытым данным, сколько их в Украине Если интересно, продолжайте смотреть И в описании будет ссылка на патреон Можете поддержать меня как автора канала И жителей Харькова через меня 50% я передаю волонтерам Харькова Для покупки продуктов пенсионерам Ну что, поехали? Многие уже увидели, что в сети успела завируситься песня про Байрактар Пришли окупанты до нас в Украину Форма новенька военней машины Та трохи поплавився их инвентар Байрактар Байрактар Полное название Байрактар ТБ-2 Оперативно-тактический, средневысотный, беспилотный летательный аппарат Он разработан и производится турецкой компанией Байкар Макина с 2014 года Прямой перевод означает «Знаменосец» Название беспилотник получил от имени основателя программы разработок ударных дронов Аздемира Байрактара Байрактар несет на себе противотанковые ракеты и авиабомбы Максимальная дальность управления до 150 км По данным СМИ на ударный беспилотник Байрактар ТБ-2 в Турцию поступили заказы из 16 стран Это Украина, Азербайджан, Марокко, Тунис, Катар, Киргизстан, Туркменистан И Польша объявила в прошлом году о закупке 24 таких дронов Став первой страной НАТО, помимо Турции, которая получила такое оружие Недавно Министерство обороны Украины сообщило, что дополнительные Байрактары Число которых не называется Были доставлены в страну и подготовлены к боевому применению Всего до начала войны Киев закупил около 50 таких ударных беспилотников Это по открытым данным Байрактар ТБ-2 имеет длину 6,5 метров и размер крыльев 12 метров И развивает максимальную скорость около 220 км в час И Байрактар установил рекорд в своем классе, непрерывно находясь в воздухе 24 часа на высоте 8 км Стоимость комплекса, в составе которого 6 дронов, 2 станции управления, 200 единиц боеприпасов и вспомогательного оборудования 69 млн долларов По отдельности беспилотник стоит около 6 млн долларов Но это сильно дешевле истребителей Обычно истребитель стоит от 50 млн долларов Корпус Байрактара выполнен из композитных материалов И оснащен системой автоматического взлета и посадки И при необходимости аппарат может работать в полуавтономном режиме полета То есть без управления земли Беспилотник оснащен двигателями внутреннего сгорания и мощностью 100 л.с. И двигатель работает на обычном бензине с октановым числом 95 А запас топлива 300 литров Его максимальная взлетная масса 650 кг Грузоподъемность до 150 кг Это боеприпасов до 95 кг Максимальная скорость 222 км в час Крейсерская скорость 130 км в час Имеется 4 точки подвески для управляемых боеприпасов Ну с противотанковыми ракетами Где-то 37 кг В феврале этого года Президент Украины Зеленский И президент Турции Эрдоган Подписали соглашение о производстве в Украине Военных беспилотных дронов Байрактар Которые будут оборудовать двигателями украинского производства И анонсировали создание учебного центра для управления беспилотниками Байрактар Друзья, если вам понравилось это видео Поделитесь им с одним человеком В фейсбуке, в вайбере, в телеграм Впереди еще целая коллекция интересных фактов А кто досмотрел до этого момента Давайте сделаем небольшой флешмоб Начинайте свои комментарии с фразы Добрый день, мы из Украины До новых видео, всем пока! До новых встреч, мы из Украины Субтитры сделал DimaTorzok